Привет! Сегодня у нас на обзоре парогенератор, а также фен. Все это мы заказывали на сайте Алиэкспресс, но приятно удивило, что есть доставка с Украины. То есть, значит в Украине есть склад. Думаю, он есть и в ваших странах. Товары выпускаются под брендом Роспек. Начнем с парогенератора. Поставив на паузу, можете познакомиться с его характеристиками. Также и фен модель HD8812W. Упаковано все качественно. Внутри с феном идет мешок для хранения. Насадка, которая позволяет направить воздух. И, конечно же, сам фен. В руках чувствуется добротная вещь. Цвет белый, полностью глянцевый. Мощный кабель, соответствующий данному устройству. Имеет складную ручку с жесткой фиксацией. На ручке имеется включатель, просто холодный воздух, а также первая и вторая скорость горячего воздуха. Дизайн современный, внутри виднеется спираль и вентилятор. А вот так он смотрится с насадкой. Она вращается в разные стороны. Тесты и отзыв будет немного позже. А пока давайте рассмотрим парогенератор. В комплекте защитная перчатка, которая защищает ваши руки во время работы. Дальше мешок для хранения. Мерный стаканчик или мензурка для того, чтобы правильно отмерить воды с отметкой до 120 мм. Инструкция, насадка и сам парогенератор. У него также мощный кабель с евровилкой. Вот так он смотрится с насадкой. Главное не забыть снять пленку с парогенератора. Спереди располагается металлическая пластина, в центре одно крупное отверстие, а по бокам еще по три. Подача пара осуществляется нажатием кнопки на ручке. Емкость для воды 120 мл. Она держится на защелках. После извлечения можно увидеть отверстие, куда подается вода и откуда она извлекается. Итак, начнем тестирование. Через вот эту заглушку мы набираем воду. Теперь осталось подключить в сеть. После подключения здесь загорается индикатор и он работает до тех пор, пока месь не нагреется внутренняя часть элемента, который отвечает за парогенератор. Спустя 15 секунд он отключился и наш гаджет готов к работе. Ну вот для примера продемонстрируем как он работает. Когда бросаем, идет нагревание и опять запускаем. Длина пара около метра где-то. И пока мы держим, он все это время работает. Конечно же лучше работать паром вблизи. Мы проводили тесты, он разглаживает. На примере моей рубашки он действительно разглаживал. Ну а теперь, прежде чем запустим фен, мы должны ознакомиться с скоростями. Есть режим просто холода, потом первая скорость с теплом и вторая скорость с теплом. Эта скорость, она и больше дует и больше тепла. Максимальное количество тепла. Если же у нас включен, например, первый или второй режим скорости и нам нужно просто включить холодный воздух на какое-то время, то зажимаем вот эту специальную кнопку. Здесь есть изображение, если присмотреться, снежинки. Это значит, что будет дуть холодный воздух, даже если включена первая или вторая скорость тепла. Запускаем первый режим, слушаем шум. При этом я буду использовать измерения в децибелах на смарт-часах. А, вообще, скорость просто сдувает, вот смотрите. Оп! И обратите внимание, что внутри он светится. Первая скорость с теплом. И вторая скорость. Класс! Нажал кнопку холода. Бросил. Итак, делаем выводы. Однозначно, по внешнему дизайну смотрится все очень солидно. Качественный пластик без запаха от одного бренда. Внешне все аксессуары, дополнения, которые идут к нему, выполнены качественно, по доступной цене и соответствуют заявленным характеристикам. Ну и давайте узнаем цену. Парогенератор или же отпариватель. Если покупать в Украине, то он обходится с бесплатной доставкой 23 доллара 46 центов. Если покупать в России, то в нашу страну, конечно, доставки нет. Но цена 16.99, гораздо ниже. Возможно, что-то за доставку возьмет. Если покупать из Китая, то доставка 6.84 в Украину и 23 доллара. Если же брать фен, то в Украине он стоит с бесплатной доставкой 17.48, в России 13.99 и в Китае с доставкой в доллар, то есть 23 доллара выходит фен. Вот такие вот цены. Ну а теперь отзыв полтора года спустя. Вот такой вот эффект на второй скорости вместе с насадкой. Появился, ну скажем так, дефект от того, что одета насадка и включена вторая скорость прогрева. Воздух настолько горячий, что начинает в течение трех минут сушки волос плавить саму насадку. Она начинает покрываться пузырями. Это неестественно. Как раз вот где идет проворот воздуха внутри. И даже начинает от нее плавиться фен. Сейчас я покажу. Вот. Это очень хорошо видно. Это пластиковые части. Поэтому внутри там вообще все идеально. А если использовать вторую скорость и одета насадка, то начинает происходить плавление. Выход следующий. Не использовать насадку. Это раз. Во-вторых, во время второй скорости нажимать кнопку охлаждения воздуха. То есть принудительно вот эту. Если он работает, то вот так. И тем самым не будет идти большая нагрузка. Это его дефект. То есть не рассчитали правильно, если сказать, мощность внутри. И достаточно сильный горячий поток воздуха, что не выдерживает пластик. Или пластик с браком. Вот такой вот вариант. Если бы не эта насадка, он бы не начал плавиться. Надеюсь, они прослужат долго. Это мы отправляем в нашей заказчице Светлане, нашей подружке. За что огромное спасибо, что обращаются и доверяют нам. Если что-то вам нужно, пишите. Ссылки на эти гаджеты есть в описании под видео. В этом магазине еще много других бытовых таких гаджетов. Переходите и смотрите. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok